здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я начинаю укоренять плющелистную пеларгонию так как прошлый раз когда я снимала видео про плющелистную пеларгонию у меня закончился заряд аккумулятора и пришлось резко прервать видео но ничего на этом мы не останавливаемся я обрезала прошлый раз плющелистную пеларгонию готовя ее к зиме обрезала ее кардинально на верхушечки вот такие вот я решила их укоренить так она очень красивая красная с прожилками хорошая пеларгония чего бы не укоренить вот я сделала череночки вот такого размера оставила их на полчаса для укоренения сейчас я посчитаю сколько штука получилось 2 вот большой череночек получил совете нижнюю часть листика вот таких и чешуйки я оборвала остался голенький стволик и простояли они у меня где-то полчаса может чуть больше час их выложу в отдельную то есть они не одревеневшие зеленые но хорошо вызревшие черенки вот такие череночки очень хорошо укореняются а если тоненький стволик то она может изогнить испортится а вот такие в самый раз вот такие черенки с немножко укореневшим стволиком тоже укореняются но немножко дольше нужно ждать от них корней вот этот черенок уже не укоренится его выбрасывать видите сколько стволиков у меня осталось вот это черенок если бы он был чуть-чуть побольше можно было бы тоже взять его но так как он совсем маленький забрать не будет вот это все выбросим здесь даже верхушку брать не будем это не верхушка это среди на среди на растения но одревеневшие корни выпускает плохо это я выбрасываю это тоже выброшу это выброшу а вот такие веточки у меня были сейчас вам покажу как я с них делала черенки вот так смотрите верхушку вот зеленая часть вот отсюда она очень легко ломается можно даже одной рукой и вот эти листики нижние нужно обломать и чешуйки убрать потому что из этих чешуек может произойти загнивание и оставить минимум на полчаса и вот эту верхушечку тоже но здесь пошел цветонос цветонос нужно обязательно выломать так как цвести она все равно не будет но если будет она будет цвести конечно слабенько в один цветочек нам этого не надо вот так одной рукой у кого есть свободная 2 рука у меня в данный момент нет очищаем листочки я думаю достаточно и хочу сделать эксперимент эксперимент такой интересный в чем я буду выращивать свои пеларгони обычно я беру торф и перлит а сегодня я хочу попробовать вырастить в не перлите а в вермикулите в чистом вермикулите и не отдельных стаканчиках а все вместе хочу в общем стакань в общей вот такой вот формочки насыплю перлита и буду укоренять свои пеларгонии так приступим формочку берем насыпаем вермикулит такие гранулы крупные крупный песок но очень хорошо в нем укореняются растения я укореняла эпиларгонию не плющелистную а зональную на очень хорошо укоренилась теперь нужно хорошо его увлажнить я буду укоренять в общей формочки для экономии места все равно потом буду пересаживать каждую в отдельный стаканчик а для экономии места можно в общем корень вот я увлажнила такой плотненький стал влаги набрался очень хорошо можно еще чуть-чуть он набирает влаги очень много затем отдает свою влагу и как бы очень удобно никогда есть мера что не перельешь теперь беру свой черенок и просто его до конца до упора сажаем веточки больше не обрываю вот на таком где-то расстоянии до упора прижимать тоже не нужно не очень хорошо укореняются я укореняла торф с перлифтом а сейчас у меня новый эксперимент не просто интересно как укорениться пиларгонии за какое время вермикулите я знаю что в нем укореняются растений и неплохо укореняются но мне интересует разница во времени как в перлите укореняется с торфом за какое время там две недели проходит а сколько здесь пройдут вот сколько черенков у меня полу поместилось в одну формочку много места не занимают укоренение должно произойти очень хорошо и удачно сегодня 13 сентября я посадила свои черенки вермикулит через какое время они укоренятся я вам сниму видео и покажу какие будут корешки и как они будут себя чувствовать вот этот листочек желтый веточка череночек посмотрим отпадет он или нет я ничего менять не буду все буду снимать на видео и вам показывать вот эти одревеневшие веточки я их выброшу как бы мне было не жалко тут есть и спящие почки и все но все равно они не горятся для укоренения вот это еще можно посадить вот эту ведь вот на зелененькая правда без одного листика мы попробуем эксперимент есть эксперимент листочки оборвала прошлый раз со своей пелларгонии она желтой то я готовлю ее к тому что буду заносить квартиру я ее обстригла посмотрите как коротко я ее обстригла оставила только ветки если вот эти ветки не пустят спящие почки не проснуться я ее тоже обрежу у самого основания так как зелененькие побеги вот эти красивые они более такие симпатичные и привлекательные лыгой выглядят так растение крепкая хорошая ведь и компактненько а когда до обрезки она была вот так и висячи она же ампель на она вокруг так обвисает красивенько и цвела все лето а сейчас уже пришли ночи прохладные и пора заносить мои пеларгошечки в дом так как это прекрасное растение не зимует на улице это другой сорт пеларгонии у меня их очень много плющелистных тавиева каролина у меня и занавочки есть ну сегодня видео про плющелистные посмотрите какие они замечательные красивые пеларгошечки они вместе смотрятся красиво когда все расцветут что резко стеряется а вот это смотрите какая красивая листва у нее эти какие красивые листики развода ее можно держать просто из-за листочков если она даже не красиво цветет но мне не цвела в этом году так как она молодая первый год она у меня если она даже не цветет их посадила две в один горшок она будет не украшать своими листочками его каролину а вот это пеларгония посмотрите обросла после того как я ее обрезала он тоже была очень большая ампель на свисал и она уже обросла молодыми побегами видите как хорошо на зелененькая мощная красивая уже готова к зимовке занести ее в дом поставить на подоконник и она перезимует очень хорошо безболезненно все эти пеларгонии очень хорошо зимуют но правда если мало света они вытягиваются слегка тут листик получился с белесыми полосочками тоже интересно вытягивается но это ничего страшного можно их потом сформировать не очень прекрасно цветут все лето а также у меня есть и другие растения кому интересно узнать про другие растения пожалуйста задавайте вопросы пишите в комментариях буду все вам рассказывать подробно описывать рассказывать о каждом растении даже создам отдельные видео такое растение красиво главное это детки от нее кофейные розеточки укорененные ветки керосюшечки это кофе арабика пишите кому интересно всем удачи всем пока до свидания до новых встреч всего вам доброго